В своей программе я показываю вам разные способы, как можно обогатить почву, чем подкормить растение. Ну, а вы выбираете то, что вам больше подходит. Сегодня высаживаем кабачки. Этот метод заправки подойдет также для огурцов, потому что условия им нужны одинаковые. Моя рассада довольно взрослая, растет в объеме 2 литра. И здесь классные гибриды, которые я очень люблю. Это Генри. И новиночка это Мурзик. А Мурзик, кстати, я сегодня еще раз посеяла для того, чтобы уже высадить в кашпо. Мурзик миниатюрный. В конце сезона мы, конечно, урожай раздаем, но в начале сезона молодые завязи часто подгнивают. Считается, что им не хватает такого микроэлемента, как бор. Действительно, у меня почва супещаная. Я пробовала давать дополнительно. Не помогает особо. Но есть также мнение, что кабачкам нужно дать хорошую порцию азота. И этот вариант я пробовала. И он действительно помогает лучше. В первую очередь и огурцам, и кабачкам будем давать органику. Они ее любят. У меня конская подстилка. Внесу 2 ведра на грядку. В принципе, даже на одно растение можно внести ведро. И, конечно, перекапать. Многие считают, что, используя навоз, тем самым получают экологически чистый урожай. И это совершенно не так. И в конской подстилке тоже может быть много вредных веществ. Над нами самолеты летают. Это вредно. Вода у нас из речки тоже не самая чистая. Экология плохая. Животным могут давать гормоны, антибиотики. Корм тоже выращивают на полях. Там семена обрабатывают протравителями. Используют гербициды, чтобы не росли сорняки. Но откуда ваш навоз будет экологически чистым? Для того, чтобы нейтрализовать вредные вещества, особенно опасно тяжелые металлы, есть очень простой способ. Я вам напомню. Проциолит, продиатомит нужно один раз в 3-4 года вносить на грядки из расчета 1 литр на квадратный метр. Для почвы выбираю экономичный вариант удобрения. Причем, если хотите прям сэкономить, можно в лунку положить всего лишь 2 ложки и перемешать. Но я хочу и почву заправить, потому что корни у кабачка довольно мощные, уходят далеко. И в лунку также добавлю. В составе костная мука, рыбная мука. Самое главное, что есть кровяная мука. Там много азота. То, что нужно кабачкам и огурцам. Жмых подсолнечника, водоросль, ламинария. Далеко не во всех удобрениях есть. Но самое главное, здесь есть полезные микроорганизмы. То есть на момент высадки дополнительно бактерии вносить не обязательно. И в течение сезона этим же удобрением можно и нужно делать подкормки дополнительные. Они же прожорливые. Для этого берем стакан удобрения и сутки настаиваю его в 10 литрах воды. Музыка. 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 Все, что я внесла, нужно хорошо перемешать. Музыка. 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 Я использовала удобряшу для огурцов и кабачков. Линейка у компании BiO-комплекс. Очень большая. Выбирайте на маркетплейсах и в магазинах вашего города. Музыка.